Служение Деррика Принца. Война на Земле. Часть третья. Демоны изводят. На ум сразу приходит случай, который произошел с одним бизнесменом. У него был ужасный день на работе. Кондиционер вышел из строя, секретарь допустила ошибку, клиент был недоволен. Когда он, наконец, собрался домой, на шоссе была авария, и вот он целый час стоит на дороге в машине, без кондиционера. Ему все жарче и жарче. Он приезжает домой, а там жена задержалась с ужином, дети балуются и кричат, и тут, как говорят в Америке, у него срывает крышу. В этот момент в него входит демон гнева. Он следовал за ним весь день, ожидая момента, чтобы войти. Также демоны оскверняют. Их часто называют нечистыми. Они заставляют вас чувствовать себя нечистыми. Они наполняют ваш разум грязными мыслями, эмоциями и отношениями. Например, вы собрались почитать Библию и помолиться. Все, что атакует вас в этот момент, это, скорее всего, демон. Вы никогда не чувствуете себя по-настоящему чистыми. Вы можете петь о крови Иисуса, но внутри вас есть что-то, что не реагирует на это. Демоны оскверняют. Также демоны мучают. В Евангелии от Матфея 18 главе Иисус сказал тот, кто не прощает своего брата или сестру, что с ним случится, он будет отдан на муки. То есть, если мы не прощаем и пребываем в горечи и в непрощении, то мы будем отданы мучителям. Кто эти мучители? Демоны. Они мучают по-разному. Эмоционально, с помощью страха, через чувство вины и через неприятное чувство того, что вы сделали что-то не так. Они мучают вас телесно. Я имел дело со многими людьми, которые получили свободу от артрита. Я считаю, что артрит — это демоническое проявление. Он скручивает, мучает и сковывает. «Поймите меня правильно». Я не говорил, что каждый, кто имеет артрит, бесноватый. Но очень часто это именно так. И в конце концов, номер пять. Демоны вынуждают. Они заставляют вас делать то, чего вы не хотите. Я считаю, что любое компульсивное расстройство является демоническим. Так же демоны порабощают. Они делают из вас раба. Возьмем, к примеру, демона алкоголя. Он вас порабощает. И вы уже не можете без стакана виски. Вы знаете, что это неправильно, но ничего не можете с этим поделать. Люди могут быть также порабощены другими вещами. Например, телевизором. Вы можете быть зависимы от телевизора. Такие люди, входя в комнату, сразу же включают телевизор. Они не знают, что там идет, но не могут себя сдержать. Так же, как тот, кто тянется к стакану с виски. Если объединить принуждение и рабство, получится зависимость. Современная культура полна различных зависимостей. 99,9% из них демонические. Первое послание к Коринфянам, 6 глава. Я считаю, что это библейское определение зависимости. 12 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно». То есть по закону все позволительно. Нигде не сказано «не ешь или не пей», но не все приносит пользу. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Пища для чрева. «И чрева для пищи». Но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Павел считал переедание и сексуальную аморальность возможными примерами зависимости. Мне нужно понять, что мое тело — это храм Святого Духа. «Я ответственен за то, как я отношусь к этому храму. Я не могу его осквернять или делать что-либо, что может ему навредить. Я очень осторожен с тем, что я ем или пью. Я не нахожусь под законом, а лишь стараюсь почитать Божий храм». «Ну а как насчет вас? Вы-то заботитесь о своем храме? Если бы это был материальный храм, то вы были бы очень осторожны с ним, не так ли? Вы бы его подметали, мыли окна. Вы бы не допустили, чтобы там собиралась пыль или забивался туалет. А как насчет вашего телесного храма? Как вы заботитесь о нем? Хочу вам кое-что сказать, и это будет совершенно бесплатно. Я приехал в Соединенные Штаты Америки в середине века. Я считаю, что этой страной один за другим правили три сильных человека. Первый — это бунт. В 60-х был настоящий расцвет бунта. Библия говорит, что бунт — это такой же грех, как и колдовство. Когда люди поддаются бунту, они со временем приходят к оккультизму. То есть следующей демонической силой был оккультизм. Но, по моему личному субъективному мнению, они действовали в прошлом. Сейчас они все еще сильны. Но на данный момент в США наиболее активно потакание своим прихотям. Бунт и колдовство считались церковью чем-то неправильным. Но потакание своим прихотям практикуется даже в церкви. Пойдем дальше. В 90-м году мне поставили очень серьезный диагноз. Я много раз молился Богу и говорил, «Боже, я не понимаю, я верю в исцеление, проповедую об исцелении, но я вот почему-то не исцелен. Я вижу много исцелений, но я не исцелен». Бог не дал мне четкого ответа, но показал мне небольшой обзор моих прошлых лет. Он ничего не говорил и ничего не комментировал. Он лишь показал мне несколько ситуаций. Знаете, где они происходили? В ресторане. Я понял, что был в рабстве потакания своим прихотям. Во втором послании Тимофею 1 главе 7 стихе сказано так, «Ибо Бог дал нам не духа боязни, но силы и любви и целомудрия» или «самоконтроля». Это современный перевод. Все хотят иметь силу и любовь, но кому нужен самоконтроль? Дух Святой не будет дисциплинировать вас, если вы не начнете дисциплинировать себя сами. Он не будет делать этого вместо вас, но если вы примете это решение, он, безусловно, вам поможет. Я скорблю о многих близких, которые являются рабами своих желудков. Стало так тихо. Они себя разрушают, а также оскверняют храм Святого Духа. Как кто-то сказал, «Я не проповедую, а вмешиваюсь в дела людей». Ну что ж, хорошо, как насчет кофе? Кофе — это наркотик, и все об этом знают. Я не говорю, что вы наркоман. Ну просто попробуйте не пить кофе 48 часов, и вы увидите, зависимы вы или нет. Если все пройдет хорошо, с вами все в порядке. Но если вы не сможете прожить без кофе, тогда вам нужно научиться жить без него. Павел сказал, «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Основные зависимости современной Америки — это еда и питье. Именно в этой сфере следует себя проверить. Многие американские христиане являются рабами своих желудков. Это зависимость, и она имеет демонический характер. Я не говорю, что вам обязательно нужно освобождение от демонов. Но лучше это проверить. Вы не будете свободны, если продолжите это делать. Последнее, что делают демоны, они делают нас слабыми или больными. Почти все формы болезни могут быть демоническими. Это не обязательно так, но они могут быть вызваны демонами. Как я уже говорил, артрит — это самый заметный пример. Ну, а также мигрень. Я считаю, что все, что приносит мучения, является демоническим. Мучение и порабощение. А сейчас перейдем к большому вопросу. Хочу сказать еще кое-что. Иногда я молюсь за людей и проверяю их ноги. Кто-то из вас видел, как я это делаю, когда я держу человека за ногу, и она вырастает, человек начинает искривляться, перекручиваться и вести себя очень странно. Я понял, что это дух хромоты. Я видел, как многие люди получали освобождение от этого духа. Он искривляет, деформирует и порабощает. Думаю, у меня была бы та же проблема, если бы я не встретил хорошего хиропрактика. Я готов принимать помощь от любого, кто может мне помочь. Слава Богу за хиропрактиков и за докторов. Я не против докторов, но лучшего из них зовут Иисус. А далее мы перейдем к практическим вопросам. Вот шаги к получению освобождения. Перечислю вам их. Шаг номер один. Заявить о своей вере в Иисуса Христа. Писание говорит, что Христос — первосвященник нашего исповедания. Наше исповедание высвобождает его служение в качестве первосвященника. Если мы ничего не исповедуем, он не может служить первосвященником. Думаю, это и без комментариев. Понятно, когда мы говорим о себе тоже, что сказано в слове. Вот только тогда мы высвобождаем первосвященническое служение Иисуса в нашей жизни. Шаг номер два. Смиритесь. Бог противится гордым, но дает благодать смиренным. Нигде в Библии не сказано, что Бог будет нас смирять. Он всегда говорит, что это наша ответственность. Смиритесь под крепкую руку Божию, и Он возвысит вас в свое время. Смирение — это выбор. И в служении освобождения вам тоже придется сделать выбор между вашим достоинством и освобождением. Если достоинство более важно для вас, то вы, скорее всего, не получите освобождение. Иногда люди, получающие освобождение, ведут себя не очень достойно. Но мой вам совет — забудьте о достоинстве и примите освобождение. Как только вы получите освобождение, достоинство вернется к вам. Хочу показать вам в Писании что-то очень красивое. Одному человеку Бог дал уникальную привилегию, который никогда не имел ни один человек, а именно стать первым свидетелем воскресения Иисуса. Знаете, кто это был? Мария Магдалина. А знаете, что о ней сказано? В Евангелии от Марка 16 главе, обратите на это внимание, в 9 стихе говорится, «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов». Все в одном предложении. Она не была хуже других, потому что из нее изгнали семь бесов. Она стала первым свидетелем воскресения Иисусом. Иисус имел такое сострадание по отношению к ней, что не мог уйти к Отцу, не повидавшись с ней. Для меня это один из самых удивительных примеров сострадания Иисуса. Эта женщина была настолько сломлена и настолько влюблена в Него, что Он не мог покинуть землю, не повидавшись с ней. Как ее звали? Мария Магдалина. Каким было ее свидетельство, Он освободил меня от семи демонов. Братья и сестры, не нужно стыдиться, если вы нуждаетесь в освобождении. Вы можете стыдиться лишь тогда, когда гордость мешает вам получить освобождение. Итак, номер один — заявить о своей вере во Христа. Номер два — смиритесь. Номер три — исповедуйте все известные вам грехи. Не нужно искать грехи. Если Дух Святой показывает вам какой-то неисповеданный грех, исповедуйте его. Бог не прощает грехи, которые мы не желаем исповедовать. Если вам нужно прощение, то вы должны быть готовы исповедаться. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Но только если мы исповедуем наши грехи. Когда вы исповедуете, то не рассказывайте Богу то, чего Он еще не знает. Бог знает все о ваших грехах еще до вашего исповедания. Так вы просто выносите что-то темное на свет, потому что, насколько я понимаю, кровь Христа не очищает во тьме. Вам нужно вынести все это на свет, затем применить кровь, и вы будете чисты и белее снега. Оно того стоит. Я не говорю о том, чтобы исповедовать грехи мне или своему пастору. исповедуйте их Богу. Вы не расскажете Ему ничего нового. Он все это знает и продолжает любить вас, но Он желает, чтобы вы вынесли это на свет. Покаетесь во всех грехах. Одного исповедания, между прочим, недостаточно. Еще вы должны покаяться. Библия говорит, скрывающий свои грехи не будет успешен. Если вы будете их скрывать, вы не будете успешны. Но тот, кто исповедует и оставляет свой грех, будет иметь милость. То есть вам нужно исповедать и оставить. Возможно, вам придется его выбросить, что бы это ни было. Это может быть дорого, но вам придется это выбросить. Простить всех людей. Это очень важно. Если вы не простите, Бог не простит вас. Это единственный комментарий Иисуса в конце молитвы «Отче наш». Если прощаете, Бог простит вас. Если не прощаете, Бог не простит вас. Вам нужно принять это решение. Прощение — это не эмоция, а решение. Вы носите с собой долговые расписки, к примеру, на 10 тысяч долларов. Но Бог имеет ваши долговые расписки на несколько сотен тысяч. И Бог говорит, «Давай договоримся». Ты порвешь свои долговые расписки, а я порву мои. Но если ты не порвешь свои, я оставлю мои. Много лет назад я проповедовал об этом во Флориде. В конце служения опрятно одетая девушка, лет 30, подошла ко мне и сказала, «Я пришла сказать, что я только что избавилась от долговых расписок на 30 тысяч долларов». Потом она развернулась и ушла. Она все поняла. Ей не нужны были дополнительные консультации, потому что она все поняла. «Вам тоже придется разорвать несколько долговых расписок». Две основные причины, почему люди не получают освобождение. Это не прощение и не желание покаяться. Поэтому вы должны это сделать. Следующий шаг — это разорвать связь с оккультизмом и всеми лжерелигиями. Это очень важно. Возможно, вам придется избавиться от предметов оккультизма. Бог сказал Моисею, «Если ты принесешь в свой дом любой проклятый объект, ты тоже станешь проклятым». Возможно, в вашем доме есть вещи, приносящие вам проклятие. Вещи, связанные с оккультизмом и суеверием. Избавьтесь от них. Очистите свой дом. Расскажу вам пример из жизни. Мой дедушка был офицером британской армии, которая подавила боксерское восстание в Китае. Это было восстание китайских националистов в начале 20 века. Британия направила отряд войск под командованием моего деда, чтобы подавить это восстание. Домой дедушка вернулся с дорогим китайским антиквариатом. Со временем эти вещи перешли ко мне. Среди них были четыре вышатых китайских дракона. Они были очень красивые. Они имели пять когтей, а значит, были императорскими драконами. Я поместил их в рамки и повесил у себя в гостиной. Но со временем Господь сказал мне, «Скажи, а кого в Библии символизирует дракон?» Я ответил, «Дьявола». Думаешь, это нормально, чтобы дома у проповедника висело что-то, что изображает или рекламирует дьявола? Я все понял, поэтому избавился от них. Я ничего больше не менял. Мое служение оставалось прежним. Я оставался учителем Библии, но уже в следующем году мой доход удвоился. «Думаю, вы все поняли». Не так ли? Мой доход не удвоился бы, если бы я не убрал преграды для Божьего благословения. Поэтому избавьтесь от всего оккультного. Я считаю, что самая опасная и самая тонкая форма оккультизма — это масонство. Если вы или ваши родственники каким-то образом связаны с масонством, разорвите эту связь раз и навсегда. Больше никогда туда не возвращайтесь. Самые ужасные случаи демонизации, которые я только видел, были связаны с масонством. Прощайте всех людей. Разорвите связи с оккультизмом и лжерелигией. Бог предупредил Моисея. Если ты принесешь какой-то сатанинский предмет в свой дом, ты будешь проклят. Будьте готовы избавиться от всех проклятий вашей жизни. На кресте Иисус стал проклятием, чтобы мы освободились от проклятия и получили благословение Авраама. У меня есть еще одна книга, и называется она «Благословение или проклятие? Выбор за вами». Это одно из самых уникальных откровений, которые дал мне Бог. Я не знаю никакой другой книги, которая бы так систематично подходила к вопросу о проклятии. Очень многие люди в Америке, да и в Британии, сегодня не верят в проклятие. Они считают это суеверием. Но в Азии и в Африке все знают, что проклятие реальное. Здесь они тоже реальны, но завернуты в красивую упаковку. Итак, почему вы можете получить свободу от проклятия? Потому что на кресте Иисус стал проклятием. Это единственное основание. Займите свое положение с Богом. Встаньте на сторону Бога. Скажите, «Бог, я твое дитя. Я хочу служить тебе. Я ненавижу все, что становится между нами. Я хочу быть с тобой». И далее идет шаг номер девять. Звучит он так. «Выгоняйте». Это очень важно. Вот почему я назвал свою книгу «Они должны выгонять демонов». «Выгонять» — это нерелигиозное слово. «Я искал такое слово и нашел его в одном из переводов». Что значит «выгонять»? Внутри вас есть то, что вы не хотите иметь. Так что же вы делаете? Выгоняйте это. Выдыхайте. Выдувайте. Вы плевывайте. Вы крикивайте. Короче, избавляйтесь от него и не оставляйте его внутри. Много лет назад я видел прекрасный тому пример в Вашингтоне. Мама привела ко мне своего четырехлетнего сына и попросила за него помолиться. Я спросил, а какая у него проблема? И она ответила «аллергия». Какая такая аллергия? Пищевая. «На что именно у него аллергия?» Проще сказать, на что у него нет аллергии. «Я буду разбираться с этим, как со злым духом. Вы к этому готовы?» «Да», — ответила она. «Я посадил мальчика и начал с ним говорить. Внутри тебя есть плохой дух или дыхание, которое не дает тебе есть то, что тебе хочется. «Сейчас я прикажу этому духу выйти во имя Иисуса, а ты должен его выдуть». Он был как маленький солдат. Я обратился к духу, а потом сказал ему «выдувай его». Он подул четыре раза. Никаких эмоций. Я не знаю, что произошло, поэтому сказал, что это все, что я могу сделать. После этого они ушли. Через три дня мать вернулась и сказала, «Помолитесь за меня». «А какая у вас проблема?» «Аллергия». «Вначале расскажите, что произошло с вашим сыном». Мы пришли домой, он подошел к холодильнику, достал все, что ему нравится, съел все это, и ничто ему не повредило. Аллергия ушла. Видите, как все просто. Выгоните его. Много лет назад я получил письмо от одной женщины. Она писала, «Брат принц, никогда не смущайтесь говорить людям, чтобы они выдували. Мой муж был на вашем служении. Он вышел вперед, помолился так, как вы и сказали, и подул четыре раза. Это все, что он сделал. Но с тех пор он стал другим человеком. Это вполне реально. Это не что-то далекое и непонятное. На страницах 216 и 217 находится молитва об освобождении. Я хочу, чтобы вы несколько минут подумали о том, что я сказал. Откройте свое сердце и свой разум Господу и скажите так, «Господь, есть ли во мне то, от чего мне нужно избавиться? Я хочу, чтобы этого не было». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!